Добрый день, эфир канал Россия продолжает программу «Вести Рязани» в студии Юлия Ларина и коротко о главных темах этого выпуска. Техника дошла, кадастровая палата начала выдачу ключей проверки электронных подписей. Рязанские конструкторы победили на фестивале «Робофест», что они представили на суд жюри. Сегодня Международный день кукольников. Как актеру передать эмоции, оставаясь за ширмой? Кадастровая палата начала выдачу ключей проверки электронных подписей. Нововведение позволит в электронном виде подавать заявление о постановке на государственный кадастровый учет и проводить госрегистрацию права. Также с помощью электронной подписи можно будет получить любые сведения из Единого государственного реестра недвижимости. Сертификат применяется на сайтах госуслуг, Федеральной налоговой службы, таможенной службы, а также в информационной системе правосудия. Срок действия ЭЦП 15 месяцев. Один год и три месяца. Сама процедура получения ЭЦП проста и доступна. Для этого на сайте удостоверяющего центра uc.cadastr.ru необходимо зарегистрироваться и подать заявку на получение ЭЦП. Платон наводит мосты за счет средств, полученных от системы взымания платы. С большегрузов в 20 регионах уже возводится 31 переправа. В Платоне зарегистрировано уже 800 тысяч машин. Сборы в дорожный фонд превысили 22 миллиарда рублей. Кстати, если сумма перечисленных грузоперевозчиком сборов за проезд по федеральным трассам превышает или равна сумме налога, то от уплаты налога такой предприниматель освобождается. Таким образом, перевозчики Рязанской области сэкономили уже более 85 миллионов рублей. К другим темам. Самыми популярными у россиян стали лекарства для пищеварения. 19% всех проданных медикаментов относятся именно к этому сегменту. На втором месте по популярности оказались препараты для нечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Но врачи призывают не доводить до ситуации, когда нужно принимать таблетки и следить за здоровьем. Например, регулярно проверять артериальное давление. Анжелика Королева продолжит тему. Манжета туго сжимает предплечье. Измерение давления для Людмилы Осиной – процедура привычная. Женщина пользуется любой возможностью узнать свои показатели. Измеряю каждый день. Даже иногда в день по несколько раз, потому что я гипертоник. Знать свое давление надо даже тогда, когда ничего не беспокоит, говорят врачи. Если прибор привычно показывает больше, чем 140 на 90, это повод пойти в поликлинику. Но важно и то, как получены показатели. Если прибор электронный, измерять нужно три раза с интервалом в минуту. Причем не самостоятельно. Сидеть, прислонившись к спинке стула, в расслабленном состоянии. Ноги должны быть выпрямлены. Он не должен в это время разговаривать, отвлекаться на какие-то интересные ему моменты. И правильно мерить давление. То есть рука должна располагаться на уровне сердца. И если это электронный тонометр, то, как правило, нужно измерить три раза с интервалом не менее одну минуту. Такие кабинеты здоровья есть практически в каждой поликлинике. Вот только пациентов немного. Те, у кого есть проблемы с давлением, как правило, измеряют его дома самостоятельно. А молодежь считает, что раз ничего не болит, то и проверять ничего не стоит. Однако в шутке про то, что детство заканчивается, когда покупаешь свой первый тонометр, есть и доля истины. Прибор этот весьма нужный. Кардиологи настораживают. Непривычно низкие или очень высокие показатели могут являться сигналом о многих заболеваниях. К тому же не секрет, что в любой компании находятся советчики, которые при малейшем недомогании предложат выпить крепкий сладкий чай или съесть кусочек шоколада. И все это поднимет и без того высокое давление. Не стоит также принимать чужие лекарства. То, что показано одному человеку, может навредить другому. Анжелика Королева, Юрий Косоротов, Вести, Рязань. Сегодня многие народы отмечают Навруз. Новый год по астрономическому календарю, начало весны и процветания. В ряде стран это государственный праздник. Гуляния продлятся почти две недели. Как готовились к Наврузу, расскажем в следующем сюжете. К Новому году Наврузу готовится задолго. Все начинается с уборки. Представители диаспор привели в порядок территорию вокруг кафе, заделали ямы, опилили деревья. А затем на расчищенной площади начали готовить традиционное блюдо сумаляк. Со стороны создание кушанье из проросших ростков пшеницы, муки и воды выглядит весьма эффектно. Это обычный казан. На костре готовится, на газовой плите или на каком-нибудь другом твердой топливе они готовятся. Женщины, поочередно меняясь, помешивают еду в течение суток. В это время в кафе готовят столы для гостей. Скоро туда придут приглашенные ветераны, ведь по традиции угощение принято раздавать. Узбекская кухня, она всегда славилась разнообразием, вот такой вот вкуснотой своей. Но я сама жила там, в Узбекистане, знаю, что такое наврус. Там обязательно, ну не обязательно, не во всех семьях, но готовили вот это вот сумаляк и потом раздавали соседям. На столах разнообразные блюда узбекской кухни – сумаляк, плов и даже суп. Меню подбирали не только исходя из традиций, но и ориентируясь на предпочтение гостей. Диетические блюда считаются в составе рис и суп. Рис с вареным супом. Он варится, это говядина, обычное говядинное мясо. А приглашенные не только с удовольствием пробовали национальную кухню, но и сравнивали с более привычными блюдами. Похоже на наши, как бы, вот чернослив там что-то, да, такое, да? И пусть синоптики еще пугают ночными заморозками. На этом празднике уверены, если так широко из душой отмечать весеннее равноденствие, весна в свои права вступит быстро и обязательно будет теплой и солнечной. Анжелика Королева, Юлия Дац, Артем Королев, Вести Рязань. Сегодня профессиональный праздник, отмечают кукольники. Каждая постановка – это особый мир, тайна, где в творческом хаосе и рождается порядок. Кукольное представление – одно из древнейших видов искусства, которое не утратило свою популярность и сегодня. Наша съемочная группа поздравила актеров с праздником. Когда такой куклой работают несколько актеров, конечно, легче. Заставить куклу заговорить человеческим языком только с виду кажется просто. Для работников театра это почти мистический процесс – зарождение новой кукольной жизни. Точная копия человеческого лица и тела всегда завораживала и в то же время пугала людей. Сегодня мир относится к этому проще, ведь игра кукол – самая честная из всех иллюзий. Она помогает видеть душу. Театр кукол – это, я не устаю повторять, это театр детей и мудрецов. Театр кукол открывает взгляд внутри абсолютно не кукольный мир, абсолютно не кукольный мир, потому что так нам проще понять. Не случайно мы говорим весь мир театр, а люди в нем актеры. А я просто хочу сказать, что люди в нем куклы. Куклы – актеры от рождения. Роли прописывают у них на лице. Ну а какой актер не любит сцены? Это знает даже Надежда Майорова. По ее же признанию, та еще любительница поиграть в куклы. Ее плюшево-фетровые подопечные хоть и не выходят на подмостки, но сегодня имеют право смело показать лицо миру. Ведь День кукольника в том числе их праздник. Мы все, несмотря на возраст, остаемся маленькими девочками, которые очень любят играть в куклы. А я так вообще настолько девочка-девочка в этом отношении, что с куклами по жизни живу, играю. Кукла в окне – не просто красивая традиция, но еще ежегодный конкурс. Его итоги сегодня подводят кукольные театры по всей стране. Рязань не исключение. Должен же быть у них какой-то тоже праздник, когда они должны увидеть этот мир. Пусть они посмотрят на то, как там люди живут, как бегают машинки, как птички летают, как по небу тучки идут. Куколка в окне. Пусть кукла посмотрит на наш мир из нашего окошка. Хотя бы одна кукла найдется в каждом доме. Вселить в нее душу – задача не такая уж сложная. Достаточно вспомнить, как легко это получалось делать в детстве. Ирина Целикова, Александр Бредихин. Вести. Рязань. Рязанские конструкторы победили на фестивале «Робофест» 2017. Они стали лучшими сразу в двух номинациях. Сотни соперников не выдержали конкуренции с нашими робототехниками. Подробности в сюжете Катерины Курдяевой. Это только кажется игрой, но на самом деле развивает инженерные способности и помогает не бояться выходить за границы уже известного. Когда фантасты пугают восстание машин, настоящие изобретатели в противовес скептикам говорят, машины можно и нужно подчинять, чтобы они работали на благо человека. Наши команды называются имперские штурма и наши девицы. Все за империю всегда мы победим и закричим. Ура! Эти мальчишки, старшему из которых не более 9 лет, изготовили модель программируемого электронно-механического пчелиного уля. Детский конструктор стал материалом для проведения серьезной исследовательской работы. В чем секрет работоспособности Роя? Как устроен улей? Вроде бы биологические вопросы, но синтез наук сегодня приоритетное направление в образовании. Своё творение рязанские школьники представили на 9-м робофесте в Москве и победили в своей возрастной группе. Цель все равно одна – стать еще лучше и быть однозначным победителем. Начать готовиться уже сейчас и получать новые знания. Это в итоге главное – замотивировать их получать знания и опыт. Это не единственные участники из Рязани. Всего регион представили 8 команд. Многие из них показали высокие результаты. Робототехника становится все более популярным направлением для внеклассной работы. И это не только возможность занять детей, но еще и безусловный плюс для развития страны. Для создания новых, все более сложных механизмов нужны свежие идеи и новое поколение инженеров. Для этого нужно поддерживать престиж технических профессий. И такие мероприятия, как робофест, справляются с этой задачей на отлично. С каждым годом количество участников фестиваля только увеличивается. Катерина Курдяева, Вести, Рязань. Такими были Вести. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова